По данным МВД, митинг в поддержку Владимира Путина в Уфе вчера посетило 28 тысяч человек. Оставим на совести доблестных правоохранителей методику подсчета и результат этого подсчета и подумаем, кто же были эти 28 тысяч человек, собравшихся на площади перед Конгресс-холлом. По моим личным наблюдениям, а я там присутствовал лично, это были в основном сотрудники бюджетных учреждений, больниц, школ, всевозможных образовательных заведений, совсем немного студентов младших курсов, ну и совсем немного непосредственно самих медиков-врачей, в основном были, конечно, медсестры. Главным лейтмотивом мероприятия, я, по крайней мере, это слышал своими ушами несколько раз, были два тезиса. Первый, где отмечаться, и второй, уже можно идти или еще можно остаться. Старшие по бригадам и по коллективам всячески убеждали людей, что нужно дождаться хотя бы выступления Хабирова, по крайней мере, так звучало. Ну и пока ликующий народ отмечался и выяснял, когда можно уже удаляться, со сцены на башкирском языке завывал Радик Юльякшин, он же Элвин Грей. После Радика выпустили на сцену трех попов, которые от лица различных конфессий убеждали прибывших на площадь, что война эта благородна, хорошо и даже полезна для общества. И пока попы противоречили собственной религии, перебивая друг друга, Элвин Грей отъехал с митинга на Вишневом Майбахе стоимостью теперь уже около 100 миллионов рублей, а на огороженную площадку около телецентра въехал с кортежем Ради Фаридович Хабиров. Впрочем, тоже на новом автомобиле, вновь приобретенный Мерседес С-класса, стоимостью примерно 60 миллионов рублей, привез главу Республики Башкортостан на митинг в поддержку Владимира Путина. Хабиров забрался на сцену и жизнерадостно, ободряюще заявил присутствующим о том, что прибыл он на митинг непосредственно с похорон майора-танкиста, погибшего на Украине, нашего земляка, ну и теперь уж точно нужно поддержать линию и решение Владимира Путина. Прямо скажем, так себе логическая связочка получилась, но вот что есть, то есть. Хабиров перемещается с похорон на митинги и, видимо, с митинга отправится дальше на похороны. Заявив вот эту историю, Хабиров дал старт второму гуманитарному конвою, который очень живописно прямо из-за его спины стартовал непосредственно в Донецк и Луганск. Всего Хабиров обещал отправить четыре гуманитарных конвоя. Этот гуманитарный конвой, который отправился вчера, состоял из четырех огромных фур и нескольких машин сопровождения. Всего там около ста тонн гуманитарной помощи. Номера автомобилей странным образом были заклеены какими-то декоративными наклейками. Многие это отметили, не поняли, почему так, вообще, чего там стесняться, то ли номеров региона, то ли там что-то не так с автомобилями, которые отправились в Донецк и Луганск. От себя отмечу великолепную, просто грандиозную сценографию и постановку этого митинга. Настолько пышно организованного государственного мероприятия, я, честно говоря, не припомню. Но каковы же реальные итоги и последствия этого митинга? В конце концов, нельзя проводить такие мероприятия, да никто не проводит, без какой-то конкретной практической цели. Может быть, кто-то реально уверовал в Путина и стал путинистом? Может быть, кто-то наконец-то согласился попасть в рай, а не просто сдохнуть? Я не знаю, вот непонятно, не были очевидными эти итоги. Однако очевидно то, что 28 тысяч бюджетников, это примерно 30 миллионов зарплаты в день. Вот во столько нам обошлось привлечению этих людей на площадь. Ну, плюс сам митинг, его проведение, великолепное, дорогущее световое оборудование, звук, летающие камеры и прочее-прочее. Это еще примерно 20 миллионов рублей. Добавим сюда транспорт, откаты, банкеты и прочие денежные потери традиционные в России. Это еще примерно 10 миллионов рублей. Итого мы получаем 60 миллионов рублей. Вот во столько обошелся нам этот Путинг, который случился 18 марта. Что такое 60 миллионов рублей даже сейчас? Ну, это примерно 35 квартир для детей-сирот, которые тысячами стоят в очереди и которым никак не может купить квартиры наше любимое государство и Минстрой. Это примерно 30 машин скорой помощи, в которых так остро нуждаются районные да и городские больницы в Башкортостане. 60 миллионов – это примерно год зарплаты дворникам Октябрьского района, которые получают эту зарплату с какими-то странными перебоями. Ну, и остаются еще вопросы. Чисто организационного характера, ну, хотелось бы понять заранее. Станут ли эти Путинги регулярными, как у Чаушеско, либо будут проходить только по религиозным праздникам, как у Саддама Хусейна? Планируется ли как-то расширить увеселение и визуализацию на этих митингах, например, проводить ночные митинги с вращающимися огненными буквами «З» или что-нибудь такое? Создадут ли «Зет-Гвардию» для организации этих митингов и их охраны? Ну, это для взрослых, а для детей можно создать «Зет-Югенд», например. Я не знаю. И последний вопрос чисто местного характера. Почему же не дали слово Шамилю Валееву? Он точно должен был выступить на этом митинге. В республике Башкортостан зафиксируют цену на сахар. Такое решение принял некий сахарный штаб во главе с Радимом Фаритовичем. Правда, не сказали, на каком уровне зафиксируют цену. На уровне 50 рублей или на уровне 150 рублей. Не объяснили также и рыночных механизмов этой фиксации. Но, судя по всему, торговым организациям просто запретят продавать сахар выше определенной цены. Я не знаю, какие дальше еще планы есть у сахарного штаба Радим Фаритовича. Возможно, это будут талоны на галоши, либо рецепты на получение женских прокладок каждые 28 дней. Мы до конца пока не понимаем. Понимаем мы другое. То, что ограничение цены в условиях рыночной экономики всегда ведет к дефициту. Попытаюсь объяснить на пальцах, почему так происходит. Во-первых, если реальная цена, а у каждого товара есть реальная цена, это некое медианное положение между желанием продавца продать подороже и возможностью кошелька покупателя. Так вот, если эта реальная цена превышает ту цену ограничений, которые накладывают власти региона, то товар автоматически начинает перетекать в другие места, там, где этих ограничений нет. Если это возможно, в соседний регион. То есть сахар начнет продаваться в Перми по рыночной цене. Если невозможно отвезти в Пермь, будет предпринята попытка увезти его, например, в Казахстан, где тоже будет продаваться по иной цене, да и валюта может оставаться, не попадая в Российскую Федерацию. Это называется спекуляция. Потому что в условиях дефицита, повторю, и в условиях рыночной экономики, цена все равно постарается быть рыночной. В общем, это довольно наивное, такое простодушное решение сахарного штаба ради Хабирова. Ну, посмотрим, во что это выльется. Значительно важнее то, что стало известно про наш агропромышленный комплекс в Республике Башкортостан. А известно стало то, что он занимает теперь 12 место по Российской Федерации, а ранее в 2018 году занимал 6. Вот такое падение, это результат работы самого Хабирова и его команды по Республике. И уж, конечно, очень некстати это случилось вот к этому всему украинскому кризису. Теперь наше сельское хозяйство в Республике Башкортостан хуже вдвое, чем в 2018 году, что надежд особых не внушают. Ну, и максимальный рост госдолга Республики аж на целых 30% в 2021 году тоже, конечно, внушает опасения за устойчивость финансовой системы региона. Ну, второе место по стране по государственному долгу после Москвы, это, конечно, еще надо было умудриться такого вот, такого уровня дойти. Совершенно непонятно, на что же мы так потратились, дорогой Радий Фаридович, что вроде как ничего существенно не сделали, а задолжали мы выше крыши. Ну, не на майбах же Радику Юльякшину, Элвину Грею пришлось потратиться. Ну, и вишенкой на торте, конечно, явилось то, что в связи с этой всей сахарной историей на прошедшей неделе министр сельского хозяйства Фазрахманов зачем-то в средствах массовой информации попытался успокоить покупателей сахара и заявил, что сахара так много, что аж по 4 килограмма на душу населения на складах имеется. В переводе на русский язык всего по 4 килограмма. Вот лучше бы молчал Фазрахманов. Абсолютно незаметно на фоне всех вот этих вот кровавых праздников и песен и плясок мэр Уфы Ратмир Мавлиев избавился от приставки ИО и стал уже полновесным мэром миллионного города в 32 года. Ну, это не бесспорное кадровое решение ради Хабирова. Конечно же, ждет оценки жителями Уфы. И оценка эта будет формироваться в очень непростых условиях для Ратмира Рафиловича. Бюджет города и без того утлый теперь летит, проще говоря, к чертям собачьим. Наследие грекого Мустафина – это просто какое-то проклятие, а не наследие. Кадров у Мавлиева нет, несмотря на все его бодренькие заявления о том, что он там привлечет молодежь к управлению города. Все эти комсомольские речевки надо оставить в сторону и внимательно смотреть вокруг, кто же вообще остался. Ну, как говорится, есть опасность выплеснуть младенца вместе с водой, потому что среди тех, кто работает в мэрии, кое-кто все-таки умеет работать, но есть риск того, что их порубят в капусту вместе со всеми остальными. Лично я не знаком с Ратмиром Рафиловичем, и свое мнение о нем, как о личности, пока не могу сложить. Буду пристально следить за тем, что он делает и говорит. Будем пристально следить за тем, что он будет менять в управлении городом, и какие оперативные решения Ратмир Мавлиев будет принимать для спасения экономики города, или хотя бы поддержания ее на нынешнем уровне. Ну, отмечу также, что Ратмир Мавлиев – это третий мэр-чужак в ряду кадровых решений Хабирова. Никаких поблажек по возрасту и по времени пребывания на посту, конечно, Мавлиеву ожидать не стоит. В общем, попал человек в достаточно сложную ситуацию. Первым тревожным сигналом о личности и сущности Ратмира Мавлиева, конечно же, стал какой-то неимоверный, грандиозный банкет, который был дан в честь его окончательного избрания мэром, и банкет этот дан был в здании оперного театра Уфы. Чудовищная роскошь этого праздника для своих озадачила, прямо скажем, даже видавших виды уфимских чиновников. Между тем, у горожан уже появились практические вопросы к новому мэру. Я имею в виду повсеместный гололед во дворах и на тротуарах в Уфе, который, естественно, наступил при подобных погодных условиях в Уфе. И хотелось бы напомнить Ратмиру Рафиловичу, что уфимские бабушки с топорами уже свергли ни одного мэра, и он может стать не исключением, потому либо нужно ему браться за кайло и песок, либо ожидать нашествия уфимских бабушек с топорами в реальной жизни и в социальных сетях. В связи с трагическими событиями на Украине более трех миллионов человек покинули эту страну и превратились в беженцев. В основном беженцы бегут на запад. Страны сопредельные с Украиной – это Польша, Румыния, Молдавия, а далее Германия и многие другие европейские государства, кто уж куда успел добежать. Одни мои знакомые, дальние, но давние, уже находятся в Германии, при этом жили они в Харькове. Позавидовать, конечно, беженцам нельзя во все времена, и начиная с библейских, беженцы были самыми несчастными и самыми опекаемыми людьми на земле. Как ни странно, минимум беженцев бежит в сторону России. По разным данным, от 60 до 100 тысяч человек всего из этих трех с лишним миллионов человек решили бежать в сторону Российской Федерации, потому беженца в России – это своего рода дефицит, и на всех их не хватает. Не хватает их и на Республику Башкортостан. Как мы знаем, после первого фальстарта, когда собравшиеся на железнодорожном вокзале ждали-ждали беженцев и не дождались, а Ради Фаридович чуть не плакал, стало понятно, что федеральный центр решил не доверять Хабирову и Республике опеку над беженцами, но Хабиров не отчаялся. Чтобы окончательно не терять лицо, он приглашает отдохнуть в Башкирии 30 школьников из Луганска. На вокзале их встречают на прошедшей неделе с музыкой и плясками. Вице-премьер Барданов, судя по фактическому профилю мужчины, находился в каком-то странном и несвойственном для мужчины положении, но, тем не менее, нашел в себе силы встретить детей Луганска. И теперь эти 30 детишек, в отличие от детишек Башкортостана, получат максимальную опеку, бесплатный транспорт, отдых, питание и развлечение в течение 14 дней. Потом их придется вернуть обратно на территорию признанной Российской Федерацией, Эритреей и Северной Кореей отдельными республиками. В общем, вот как-то так Хабиров имитировал исполнение своего долга перед людьми и детьми Луганска и Донецка. Ну, прямо скажем, выглядит не очень грандиозно. Как известно, митинг, прошедший в Уфе 18 марта, не был явлением локальным или только местным. В этот день митинги по указанию администрации президента Российской Федерации были приведены во всех регионах, в том числе и в столице нашей Родине, в городе Героя Москве. Выступая на митинг в поддержку самого себя, Владимир Путин впервые на моей памяти обратился к Библии. Он процитировал главу 15 Евангелия от Иоанна и звучало это так. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Таким образом, Путин попытался проиллюстрировать библейскими словами то, что он натворил на Украине. Ну, честно говоря, услышав это, у меня пропал дар речи. Это, вот это нам сказал человек, который совсем недавно в своей статье назвал украинцев братскими народами и буквально сразу же после этого развязал братоубийственную спецоперацию на Украине. Ответить полковнику КГБ с 20-летним партийным стажем, цитирующему Библию, пожалуй, нужно только цитаты из той же самой Библии. И я думаю, что вот эти слова, 12 глава стих 48 Евангелия от Луки подойдут как нельзя лучше. «Кому много дано, с того и спросится, и кому многое доверено, с того больше и взыщется». Конец цитаты. Пожалуй, это лучше всего подходит в ответ Владимиру Путину, возомнившему себя мессией, человеком, который может решать судьбы целых народов, отправлять на смерть людей и безоковорочно требовать любви нации. Стало известно, что российские власти не справились с информацией, которая поступает из Ютьюба, не смогли сколько-нибудь убедительно противопоставить какие-либо аргументы тем аргументам, которые излагают авторы многих Ютьюб-каналов, и принимается решение о том, чтобы Ютьюб признать наряду с метой таким же источником экстремизма, терроризма, сатанизма, чего-то вот такого в деталях они все еще не определились, и попытаться заблокировать Ютьюб в Российской Федерации. Я не знаю, закроют ли Ютьюб в ближайшее время или чуть позже, и закроют ли его вообще совсем, но знаю за то, что мы очень благодарны за вашу поддержку нашего канала, за каждый лайк, за каждый рубль, присланный на наш расчетный счет. На всякий случай мы даем ссылку в описании к этому видео на эффективный VPN, который можно установить и пользоваться интернетом дальше в прежнем режиме. На всякий случай мы рекомендуем вам подписаться на наш Телеграм-канал, он называется также «Открытая политика», вы можете это сделать через поисковик Телеграма. Именно там мы планируем размещать свои видео, если вдруг закроется Ютьюб. Все вообще вот это происходящее, конечно, очень сильно напоминает кошки-мышки, мы бегаем из социальной сети в социальную сеть, за нами бежит какой-нибудь Хинштейн с хлопушкой и пытается прихлопнуть очередной источник информации и правды, но бесконечно это продолжаться, конечно, не может. Власти уже совершают массу ошибок, уже совершают какие-то абсолютно необдуманные действия в информационном пространстве. Я надеюсь, что какие-то ресурсы у нас все-таки останутся в конце концов. Но, как говорится, поживем-увидим. Субтитры подогнал «Симон»